Приветствую вас, он очень тяжелый на самом деле для меня вопрос, потому что я выношен здесь, буду не согласиться с коллегой, с которым я соглашаюсь, в общем-то, всегда, наверное. И это первый раз, пожалуй, когда я не согласен с коллегой, вот, я, пожалуй, не буду называть имя, вот, просто скажу об этом, что это вопрос для меня тяжелый. В общем и целом, вопрос звучит так. Мой муж и мама не могут найти общего языка, каждый из них пытается, чтобы я заняла его сторону. Муж ставит условия, чтобы я выбрал его позиции, мама делает это так, чтобы я не смогла отказать ей. Сейчас я нахожусь в положении, и они начали споры по поводу будущего ребенка, так как муж мусульманин, а я христианка. Очень много споров по поводу веры ребенка и так далее. Я уже очень устал, и я не могу выбирать между мужем и мамой. Между ними, как между огнем, и что делать мне, я не знаю, но уже очень сильно от этого устал. Мама живет рядом и видела все мои отношения с мужем, а строились они очень импульсивно, и было много ссор. Думаю, это тоже так как-то повлияло. Помогите, пожалуйста, потому что разрываться между ними нет уже сил. Сейчас, когда я второй раз читал вопрос, я думаю, что все же я согласен частично с коллегой. Надеюсь, мне простят такую переменную непоследовательность. Вот. Частично, согласен. Потому что глобально, глобально, здесь проблема заключается в нескольких вещах. На более поверхностном уровне проблема заключается в том, что у вас недостаточно простроенной личной границы. То есть вы хотите и тебе, и мне. И тебе, и тебе, точнее. Не тебе, и мне, а и тебе, и тебе. То есть я хочу и тебе угодить, да, хочу и тебе там, условно говоря, ну, нравиться. И хочу нравиться и тебе тоже. А как можно нравиться и тем, и другим, да, если, условно говоря, один человек вегетарианец, а другой человек, как бы, мисаят. Или один человек мусульманин, а другой человек христианин. Вот как можно нравиться этим двум людям? Пожалуй, невозможно. Вот. И что здесь происходит? Здесь происходит то, что я не могу себя отграничить. То есть не могу заметить, что несмотря на то, что мне нравится и тот, другой я хочу понравиться и тому, и другому. Но все-таки с чем-то я согласна больше, а с чем-то я согласна меньше. Что-то вызывает во мне больший отклик, а что-то вызывает во мне меньший отклик. И вот это, пожалуй, является, как мне кажется, таким, ну, скажем так, эволюцией. Эволюцией личных границ. То, о чем мой коллега не сказал. Что эволюция личных границ связана с тем, что да, я себя вначале отграничиваю. То есть говорю, я это я, ты это ты, и другой ты это тоже ты. А потом я говорю, что мне твоя позиция от кого-то одного из этих двух ты ближе. Она мне вызывает отклик. Больше. И дальше, мы идем еще дальше теперь, дальше. После этого возникает боль, потому что я знаю, что другой человек меня не примет. Ну, например, например, ваша мама или ваш муж не примет вас. И мне от этого больно, что кто-то один меня все-таки не примет. Кто-то один все-таки не примет меня. Вот. И я с этим как-то вот не знаю, что мне делать с тем, что кто-то меня не примет. Да? Ну, вот какой-то человек, да, меня не примет. Я знаю, что мне будет больно. Я знаю, что мне будет трудно. Я знаю, что мне будет тяжело. И я бегу от этого. Я убегаю от этого. Я не знаю, что мне с этим делать. Не знаю. Я как-то вот боюсь. И боюсь я потому, возможно, что я вот как-то не привыкла. Я не привыкла переживать это, например. Я не привыкла чувствовать это. Я потому что, ну, не знаю. Я не знаю, что мне с этим делать. Понимаете, да? Какая штука. И вот задачу психолога здесь я вижу в том, на мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд. Вот задачу психолога я вижу в том, чтобы помочь вам столкнуться вот с этой болью. Вы ее не принимаете в себе. Сейчас, на данный момент, вы ее в себе не принимаете. Вот. Вы ее избегаете. Вы говорите, нет, боль от непринятия это плохо. Ну, к примеру. Боли от непринятия, говорю я, быть не должно. Ну, вот. Просто. Не должно быть боли от принятия, говорю я. Она есть. Несмотря на то, что я как-то считаю, что ее быть не должно. Она есть. Понимаете? И никуда как-то вот от нее, от нее, от этой боли никуда не деться. К сожалению. А проживать ее я не умею. Ну, вот. Не умею. Не умею. Я ее проживаю. Нет у меня такого опыта. Опыта прожить. Вот. И вот вы как бы бежите, стараетесь как-то избежать этого и так далее. А получается плохо. Не получается вообще. Вот. Поэтому я думаю с одной стороны с одной стороны есть то, что вы сами себе не принимаете. например, не принимаете то, что вам кто-то может сказать. Например, не принимаете то, что кто-то может быть с вами не согласен. Вот. Не принимаете то, что кто-то может вас отвергнуть. кстати говоря. Отвергнуть может кто-то вас. Это все больно. Это все больно. Вот. И вот это вы бегаете. А с другой стороны есть некое такое вот сопротивление что ли. Ведь если я выскажу свою позицию, например, я возьму ответственность за нее, за эту позицию. и ко мне тогда как-то уже отнесутся. То есть ко мне можно будет как-то отнестись. И вот вероятно вы избегаете того, чтобы к вам как-то относились. Почему? Интересный вопрос. Потому что может быть, может быть, потому что вы сами не знаете как к себе относиться. Вот. Да? Вот попробуйте ну вот наверное ну хочется сказать для начала да, но мы с вами уже точнее я уже довольно довольно давно говорю, поэтому для начала будет наверное не очень хорошо звучать, но тем не менее. Попробуйте для начала спросить себя. Окей, а что для меня все-таки проблема-то? Ну вот в том, что там я не знаю ээээ сэра за мамой муж. Ээээ в чем для меня здесь проблема? Какая для меня здесь проблема? В чем здесь моя личная проблема и моя боль? в чём оно заключается, да? И что я могу сделать для того, чтобы в итоге получить то, что я хочу, вот. Например, спокойствие, если мы говорим про спокойствие. Например, про, не знаю, какой-то, ну, допустим, какой-то покой, если мы говорим про спокой, да? Например, про какую-то определённость, если мы говорим про определённость. А про определённость ли мы говорим? Понимаете? То есть вы же здесь описываете так, что вы между двух огней, и вам, и вы от этого устали. Устали вы, потому что не можете, как мне кажется, сделать выбор. Вы боитесь сделать выбор. Но выбор внутри вы, скорее всего, уже сделали. Такая вот арифметика. Выбор вы уже сделали, но боитесь его признать, потому что вам будет больно. Вам. Вот какая-то такая история. Над этими вещами нужно поработать. Я думаю, я думаю, что неплохо было бы вам сделать еще и следующее. Неплохо было бы попробовать экстраполировать свою такую вот, ну, давайте скажем, свою стратегию, да? Вот, свою жизненную стратегию по общению с людьми, например, экстраполировать более глобально на все. Да, вот что было бы, если бы люди не занимали бы ничью сторону. Вот. Да. Вот никто никогда не занимал бы ничью сторону. Вот что бы тогда было. Как бы люди себя чувствовали, какие бы отношения у них были. Вот попробуйте, попробуйте просто экстраполировать это. Вот. Вы боитесь спора, вы боитесь конфликта. Потому что вы боитесь оценки. А оценки вы боитесь, потому что вам хочется принятия. Хочется какого-то, ну, принятия. Да, вас принят. А получается так, что и муж вас не принимает, и мама вас не принимает, и вы себя тоже, получается, не принимаете. А принятия хочется. И вот вы выбираете для себя такой вот единственный способ, который вам доступен. Ну, по крайней мере, пока доступен. Есть на самом деле способы другие, но пока вам они не доступны. Пока что. Это можно, это можно исправить. Я думаю, кстати, что не случайно вы выбрали себе мужа, судя по всему, тоже такого вот, ну, в какой-то степени похожего, что ли, на вашу маму. Вот. То есть они такие оба, наверное, сильные, они такие оба, наверное, лидеры и так далее. Вот. И вот ваша усталость, она как раз про то, что вам что-то не нравится. Понимаете, мне кажется, что если бы вы на самом деле были бы готовы подчиняться, то вы бы просто сказали, я люблю вас всех, решайте с вами, вот как решите, хоть поделитесь, как решите. Вот любую точку зрения приму. Вот, вперёд. Но нет. Вы устаёте. Вы пытаться и тебе, и мне, и тебе, и мне. И тебе, точнее, и тебе, и тебе, и тебе, и тебе. Ну вот. Получается. Такие какие-то мысли. Вот. Здесь, конечно, можно было бы, можно было бы, конечно, вспомнить про треугольник Карпмана, например, и сказать как-то, что вот, ну, треугольник Карпмана – это жертва, спаситель, тиран. Вот. И как-то, что вы находитесь в этом треугольнике. Вот. Можно было бы вспомнить. Просто для такого рамочного обзора, чтобы вы это увидели. Ага. В какой позиции я нахожусь? Что происходит? Да? То есть мама и муж решают эту всю ситуацию только потому, что не решаете её вы. То есть они почему-то решают, какой верой будет ваш ребёнок. Даже не вы сами. Открою небольшой секрет. И вы не можете решать, какой верой будет ваш ребёнок. Это ребёнок решает, какой он будет верой. Но, тем не менее, такая какая-то история. И у вас есть два пути, вы можете или согласиться, сказать, окей, решайте. Решайте, ребят. А вы скажете, нет, я сама решу. Но вы не делаете ни того, ни другого. Потому что сами решать вы вроде как не хотите, не привыкли, вам страшно. Удобнее, чтобы решали другие. Но когда другие решают, вы устаёте. На это указывается ссора с вашим мужем. Вот. Тут тоже желательно как-то поисследовать. А вот, какой вы вносите вклад в ссору. Лично я думаю, просто так предполагаю, могу ошибаться. Но я надеюсь, даже ошибочным предположением здесь запущу как-то ваш механизм мышления. Я думаю, что вы чего-то от мужа ждёте, он этого не делает, так как вы хотите, вы разочаровываетесь, а сами вы ему об этом не говорите. Вот. Говорите лучше только потом. Ну, потом, после ссоры. Или во время ссоры. Или после того, как он уже сделал. А до нет. Понимаете? Естественно, я могу быть небрав. Здесь это моё предположение, только моя фантазия. Вот. Но подумайте, чем бы вам это откликнулось, чем бы не откликнулось, то есть вот как-то подумайте. На этом всё, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.